В торговом центре «Адмирал» по улице Джонуа активно фасуют рис и гречку. Из больших мешков делают пакеты по 2 килограмма. Работают волонтеры и подопечные Киараза и представители Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Помещение бесплатно предоставил предприниматель Игорь Гагин. Несколько тонн крупы передал глава московской диаспоры Беслан Агрба. Компания «Премиум», магазин «Кормилица», поставщики молочных и мясных продуктов. Список благодетелей можно перечислять бесконечно. Каждый помог, чем смог, и в результате более 250 семей подопечных Киараза получили солидную продовольственную помощь. Первоначально, когда объявили чрезвычайное положение, наши сотрудники в удаленном доступе провели и по сей день проводят мониторинг наших социально уязвимых семей. Это порядка 400 семей, которые состоят на учете благотворительной организации Киараза. В основном задавались вопросы, насколько они обеспечены продуктами, получили ли они пособие, обезопасили ли они свою семью, находятся ли они дома. То есть вот эти перечень вопросов, которые они задавали, из них были экстренные случаи, которым нужна была первая помощь в лекарствах и продуктах. То есть эту работу мы и по сей день проводим. В данный момент волонтеры собирают продуктовые комплекты, добавляют свежефасованный рис с гречкой. Несмотря на то, что целевая аудитория Киараза – это многодетные семьи, в их списках уже есть и одинокие пожилые люди, и просто малоимущие. Пакеты стараются формировать так, чтобы хватило на месяц. Несколько, потому что мы не стали пока ловить муку, макароны и подсолнечное масло. И химия вот там отдельно стоит. Здесь, значит, пшеничка идет. Видите, этот геркулес – три. Рис – три пачки. Гречка – три пачки. Среди фасовщиков-волонтеров – Мадина Агумава, которая неделю назад сама получила продуктовый набор от Киараза, как многодетная мать-одиночка. Я уже стою здесь, у них пять лет. Как они открылись, они очень огромную помощь делают. И там, когда попросила помочь, мы пришли помогать им. Ну, что хочу сказать, им большую помощь они делают. Спасибо за терпение, за хорошее дело. Они всегда помогают. Параллельно с Киаразом продукты нуждающимся раздают другие фонды и организации. Многочисленные инициативные группы и просто неравнодушные люди в районах. Боксер Батал Чежия, например, помог продуктами жителям Ачамчирского района. Виолетта Гагулия с волонтерами раздавала продукты в Гудаутском районе. Депутат Юрий Хагуш накормил нуждающихся гагарцев. Благотворительный фонд Абхазия при поддержке политической партии Народный фронт Абхазии тоже своими силами помогает с продовольствием. Сказать, что мы сделали много, наверное, это немного. Но где-то, у меня еще не все данные есть, но около тысячи семей получили от нас поддержку продуктовую. Куда входили все крупы, минимум 11 наименований, включая муку. И растительное масло, предметы бытовой химии необходимые, это мыло и порошок, растительное масло, картофель, лук. И вот то, чем мы можем помочь. Из-за того, что многочисленные организации, фонды и группы не координируют свои действия между собой, случается, что одна семья получает помощь дважды, а другая ни разу. Некоторые граждане не доверяют тому, как распределяется помощь. На горячую линию звонили с жалобами, что по-настоящему голодающих в списки не включили, а продукты привозят тем, кто не нуждается вовсе. Именно поэтому оперативный штаб по защите населения от коронавируса обратился ко всем благотворителям с просьбой предоставить списки тех, кому уже оказана помощь. Объединив эти данные со списком социально незащищенных граждан, которые получают государственные пособия, штаб планирует сформировать единую базу данных. В принципе, общее количество на сегодняшний день – это около тысячи семей. Около тысячи семей, которые у нас вместе взяты – это списки, и те, кто обратились на горячую линию, если все вместе собрать в единую, то это около тысячи семей. Но это та категория людей, по нашим данным, которые мы имеем. Но у нас нет данных инициативных групп, организаций и благотворительных фондов, которые оказывали помощь. Вот мы сегодня выявляем, что кто у нас проходит по нашей базе, ему уже была оказана оказывается помощь. Но мы не знаем также, в каком размере, то есть на какой период, на неделю или на месяц им оказали помощь. То есть мы не располагаем этой информацией. Сегодня на государственном складе есть гуманитарный груз от братьев Сеченава. Но эти продукты пока никому не раздают, потому что на всех не хватит, а определить приоритет без единого списка невозможно. В ближайшее время ожидается еще несколько поставок гуманитарных продуктов, но кому и когда они достанутся, говорить рано. Ромео Черкезия лично принимает заявки на продовольственную помощь и очень просит звонить только в том случае, если есть действительно нечего. Просьба такая ко всем гражданам – обращаться именно при острой необходимости. То есть если у кого-то есть запасы продовольствия, и надеемся, что раздается какая-то гуманитарная помощь, что у нас подход к этому нашего населения желает оставлять лучшего, если честно, потому что мы-то, те, кто обращались, мы-то проверяем их, мы понимаем, что есть те семьи, которые обратились, но они ни в чем не нуждаются, у них все нормально. В случае, если вы или кто-то из ваших знакомых остро нуждается в продуктах питания и не может приобрести их самостоятельно, обращаться можно по личному номеру Ромео Черкезия 707-77-76 или в организацию Киарас по номеру 962-9009.